как рисовать волосы в photoshop перевод и озвучка inspired drawing всем привет добро пожаловать в 8 эпизод серии рисования персонажей сегодня я покажу вам как я рисую волосы есть миллион способов сделать это и я не говорю что мой способ самый лучший я не думаю что это так очень многое зависит от вашего стиля от того какими кисточками вы предпочитаете пользоваться и в моем случае учитывая те кисти которыми я пользуюсь этот способ кажется мне самым быстрым и самым простым это как бы мой стиль рисования волос вот и все так я начинаю с линии волос это чуть более проработанная линия волос чем та которую рисовал в предыдущих уроках я рисую такую когда мой персонаж близко когда я рисую портрет которому нужно добавить больше деталей и теперь я просто создаю силуэт для прически я не вдаюсь в детали и не рисую никаких прядей только силуэт и я бы советовал когда вы рисуете волосы то лучше не пытаться изобрести какую-то прическу потому что это похоже вот если сравнивать с анатомией то это больше всего напоминает попытку стилизовать анатомию не зная ее не имея никаких базовых знаний об анатомии чаще всего ничего хорошего из этого не выходит лучше взять много референсов к тому же для волос найти референсы проще всего просто оглянитесь вокруг и вы увидите множество разных причесок выберите одну из них и попытайтесь применить ее к своему персонажу и оттуда уже идите дальше вот у меня получилось очень простая стрижка и сейчас я хочу грубо ее закрасить чтобы придать больше глубины и после этого я хочу разделить эту большую массу на более мелкие формы представьте себе кожуру от банана или очень очень длинные листья хорошо думать о бананах потому что это помогает понять что происходит с волосами как пряди взаимодействуют друг с другом как они изгибаются и перекрывают друг друга а если вы начнете сразу с мелкие детали то будет довольно сложно придать вашим волосам интересный вид по крайней мере у меня никогда не получалось в общем здесь все то же самое как и всегда вы начинаете с большего а потом идете к меньшему добавляете детали вот так примерно выглядят мои упрощенные волосы по сути это удлиненный прямоугольник со множеством линий и то как эти линии распределяются напоминает нам о правиле третей посередине находится одна треть она довольно чистая и на ней практически ничего нет две трети по бокам будут чуть более тяжелыми и иметь больше линий и если стянуть этот прямоугольник краям то вы получите представление о том как выглядит прядь волос после этого я просто повторяю то же самое уже на волосах таким образом получаю довольно хорошее поле для деталей то есть как только у меня есть такая схема я могу идти дальше и добавлять на нее деталей я беру кисть поменьше и более светлым цветом добавляю несколько штрихов там где они нужны где падает свет после этого беру большую мягкую кисть в режиме оверлея беру более яркий цвет и добавляю еще несколько штрихов там где будет больше всего света чтобы получить такой красивый переход и в конце концов останется добавить только финальные штрихи которые я делаю сейчас по сути это все большой шар если посмотреть на это с такой стороны в конце концов так оно и есть макушка головы довольно плоская но в целом это большой шар если бы у вас была более сложная прическа то свет вел бы себя немного иначе все было бы не так просто но в данном случае все именно так этот метод годится всегда когда вы рисуете длинные распущенные волосы с длинными волосами тоже немного сложнее потому что нужно думать о том как они меняют свою форму но тут снова поможет представить себе прямоугольник и представить как он меняется такую форму представить очень легко и это упрощает задачу принципе здесь все вы можете хорошо видеть направление пряди волос я сейчас рядышком нарисую другую прическу чтобы продемонстрировать как применить тот же самый метод для более длинных волос собственно так я рисую каждый раз надеюсь вам понравилось надеюсь было полезно не забывайте подписываться и рассказывать друзьям собаки тоже расскажите и увидимся в следующем видео